Приветствую, это Сэппиент и мы продолжаем осваивать идеальную индустриальную сборку с модом GregTech 5.0.9 В прошлой части мы автоматизировали переработку титана, переработку рутила точнее в титановые слитки И пока у нас с этим благополучно справляется пара химреакторов, доменная печка полукиловольтная и вакуумный морозильник Все, что от меня требуется, это время от времени подбрасывать сюда порошкообразный магний Ну и подливать в систему немного хлора, с производством которого из соли вполне справляется электролайзер За это время состав, настроенный в позапрошлой серии, довез мне от майнера достаточно много всякого разного кварца И теперь у меня появилась возможность для расширения ME-системы Дело в том, что этот самый вот один единственный несчастный одинокий ME-контроллер Уже в приличной степени обвешан кабелями и с него снимается уже достаточно много каналов И на магистралях, скажем так, уже каналов достаточно много навешано и так Поэтому дальнейшее расширение и добавление новых механизмов и подключение новых интерфейсов, шин и всего такого К этой ME-сети уже, в общем-то, практически невозможно В общем, пришла пора сделать все как следует И для этого самого «как следует» мне потребуется Ну, как минимум, парочка новых ME-контроллеров Парочка потому, что мне нужно будет сначала собрать некоторый узел, мозг, что ли Центральную часть сети новой И только потом переключить на нее все, что повешено на старую Потом уже старую разобрать, и тогда тот контроллер освободится Понадобится довольно много разных проводов и кабелей В том числе и дэнс-кондуитов И я их сделал достаточно много, но на это ушло приличное количество времени И чудовищное количество различного кварца Но, как бы то ни было, эта штука, в общем-то, необходимая так или иначе Ну, и какое-то количество кабелей поменьше В том числе смарт, дэнс, все такое Ну, и всяких разных фасадов в том числе тоже пригодится немало Но это, скажем так, уже украшательство Ну, и, разумеется, понадобится выделить некоторое пространство Для размещения центрального узла ME-системы Как это может выглядеть? Некоторая линия из ME-контроллеров Стоящая на, не знаю, одном, один или два блока выше уровня пола От нее будут расходиться куча-куча разных кондуитов И передавать все имеющиеся каналы в пир-ту-пир или point-to-point туннели Расположенные на уровне пола Ровно перед входом в каждый из них будет стоять по одному Дэнс-кабелю для того, чтобы было видно, сколько реально каналов из 32 используется И для какого из них можно повесить Дополнительный выход point-to-point туннеля и, соответственно, новых потребителей Ну и еще для того, чтобы не путаться между ними Их будет крайне лишним покрасить в разные цвета С тем, чтобы Дэнс-кабель на входе в туннель И все Дэнс-кабели на выходе из всех туннелей, связанных с этим же Имели один и тот же цвет Чтобы просто визуально было не так сложно понять, а куда ведет что-то вот из этого блока Или вот из этого, например Ну что ж, давайте собирать Значит, на уровне пола у меня будут стоять туннели, как бы то ни было Поэтому это все можно спокойно демонтировать Где-нибудь в одном из блоков под пол будет заходить как минимум один кабель Просто вот как есть Причем именно Дэнс-вариант И он будет магистралью То есть с его помощью я буду именно разводить все peer-to-peer, point-to-point туннели По различным точкам Так, наверное, имеет смысл что-то вот в этом роде сделать И сюда, наверное, встанет один из Сюда второй, так, или даже чуть выше Хм, давайте подумаем Пожалуй, лучше чуть выше Просто чтобы было удобнее получать доступ к настройке и копированию параметров с туннелей, которые расположены прямо под ними Так сюда хотя бы можно будет подойти, если что Значит так Теоретически здесь будет такая вот площадка 3х5, а то и 3х6 А то, быть может, и еще шире В каждом блоке, который в пол будет уходить один или другой туннель Туннели будут подключаться, соответственно, ну, в максимуме к некоторым 16-ти блокам кабеля Вот такого вот Который Так, вот сюда вот он коннектиться, кстати говоря, не должен По этому поводу можно с собой напилить довольно много энкоров Которые будут препятствовать соединению кабелей между собой в тех местах, где нам этого не нужно Так вот, да Угу Ну и давайте, наверное, еще один ряд тоже сделаю Потенциально пусть будет Так, этот кабель у нас может до 16... Стоп, он до 8 каналов Да, он может только до 8 каналов Значит, получается, что... Как минимум Хм Тогда получается, что его тоже нужно как-то разделять на части И... Сводить в один... Ну, то есть, разделять на несколько разных частей и сводить в один такой вот кабель Так, тогда это будет, наверное, удобнее сделать вот таким вот образом Отсюда у меня будет заходить кабель, который будет просто собирать каналы Тогда его достаточно несложно развести на три отдельные линии и, собственно говоря, хоть все 32 А вот здесь будет проходить кабель, который, собственно, будет уходить дальше в магистраль по базе И при помощи... ну, то есть, к нему мы уже будем цеплять вторые концы всех туннелей А вот все прочие выходы этих контроллеров мы будем прикреплять, соответственно, к туннелям Которые будут установлены вот везде здесь Вот так вот Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и так далее Ну, скорее всего, я очень надеюсь, что шестнадцати штук мне хватит Очень даже может быть, что и да Но время покажет, в ближайшее время мне вполне хватит, я не знаю, там трех, четырех, пяти Прямо сейчас я укладываюсь в три Но всего на этой площади поместится восемь, поэтому пусть столько... даже нет, десять Да, десять, пусть столько и будет Потом еще расширимся, если... точнее, не если, а когда понадобится Далее мне необходимо выставить центральную линию из вот этих самых дэнс кабелей Но мне нужно, чтобы они между собой не соединялись Поэтому, скажем так, на это потребуется довольно много кейбл-энкоров И они, конечно, делаются недорого и несложно, но в целом имейте в виду Нужно, чтобы они не соединялись между собой никаким образом вообще Поэтому все разделяем Вот, как-то так Ну, еще у меня прямо сейчас готовый только один, но можно будет понаделать еще Но его можно поставить без разницы куда И их все между собой тоже нужно будет обязательно разделить Так, давайте я его вот на этот угол поставлю, потому что... потому что... Вот, потому что с этой стороны... ну, чисто для симметрии, чтобы одинаково были расставлены все энкоры Значит, получается... вот эта часть будет подключаться к контроллеру И просто собирать все вот эти вот туннели А вот эта часть будет подключаться к контроллеру и уходить дальше в магистраль по базе Все остальное, что нужно сделать, это каждую остальную оставшуюся свободную сторону контроллера И это соединить с каким-нибудь из этих дэнс кабелей Ну, и здесь все достаточно просто Нужно только при помощи ключа обеспечить их, скажем так, уникальность и отсутствие пересечений Тут все, в общем-то, тоже не особо сложно Ну, потому что... вот как-то так Здесь все чуточку сложнее, потому что сюда нужно будет кинуть ветку кабеля откуда-нибудь сверху Так, здесь, кстати, тоже коннекты нам не нужны Но это тоже вполне себе решаемо Тыньк, тыньк... главное не забывать их разъединять между собой Так, ну и пусть будет, например, вот так Например... так... и тоже все это дело отсоединяем Значит, ты у нас идешь только чисто исключительно вот сюда Угу, да, потом сюда поставим блок кабеля и все будет хорошо Ну и так далее по аналогии И в конце может получиться что-то приблизительно вот в этом роде С каждой стороны, с каждой свободной стороны ME контроллера Обязательно отходит какой-нибудь дэнс кабель, который подключен к соответствующему дэнс кабелю на уровне пола Эти вот кабели здесь установлены исключительно для того, чтобы их можно было покрасить И чтобы можно было визуально... чтобы визуально было видно, сколько используется на них каналов То, что NEI показывает количество при наведении, в том числе и здесь, это хорошо Но, скажем так, не настолько наглядно Пара кабелей пока что остались без своих подводов Ну, это, скажем так, запас под расширение Впоследствии я сюда вот поставлю третий блок контроллера От него, соответственно, этот кабель пойдет вниз Влево-вправо пойдут сюда А сверху и, условно, там, следующей правой стороны сюда еще куда-нибудь Потом, возможно, еще один добавлю Ну и, в общем, в целом тут как раз вот еще есть место на 6 кабелей, скажем так, в полу И я решил отодвинуть всю эту конструкцию от колонны на один блок Ну, на мой взгляд, она и тут вполне поместится И так, в общем-то, ее немножко приятнее обходить Такс, как это все выглядит снизу? Давайте посмотрим Значит, вот у меня Один выход, ну или один вход, не знаю Одна ветка от контроллеров, которая просто собирает все каналы И все, никуда больше не идет А вот это вот, грубо говоря, главная магистраль МГ-системы Именно ее я буду разводить по всей базе, по всем местам Ну вот, вместо этой или... Ну да, вместо этой, то есть, фактически, они станут одной сетью И буду раздавать каналы для ПТП-туннелей во всех местах, где бы они мне не пригодились Некоторая прелесть именно такой организации сети Ну, то есть, смотрите, можно было сделать как? Можно было для передачи каналов использовать отдельную МЕ-сеть То есть, здесь вот везде поставить туннели, а где-нибудь снизу поставить еще один контроллер И соединить ее там кабелем, который только энергию позволяет передавать Вот, но при таком раскладе я не смог бы при помощи Network Tool увидеть все компоненты сети Потому что сетей было бы две А так, в общем-то, сеть одна И, что самое главное, в том месте, где мне, допустим, нужен всего один канал Я могу подключить его прям напрямую вот к этой магистрали, а не использовать туннель То есть, они у меня, скажем так, опциональны Могу ставить, могу не ставить Как мне того захочется Ну, и теперь все это дело можно благополучно обшить всякими разными декоративными фасадами Там, спрятать и так далее, чтобы оно не торчало Ну, в смысле, как, чтобы пол был гладкий и не мазорил глаза Так, здесь все довольно просто Поставили раз-два Тыньк Ну, а здесь все чуточку кропотливее Нужно правильно прицеливаться Как-то так вот Ну, к тем я уже с той стороны доступ получу Так, ну и мне их чуть-чуть не хватит Давайте сделаем еще В общем, целом Это очень... А, ну да Это очень, скажем так, недорого совсем Так, да, мне потребуется еще энкоров парочка И... Один-два Единички Габра Коблы Точнее, Габра Стоуна Так Так И вот, пожалуйста, еще фасадов Так, энкоры мне прямо сейчас вроде бы больше не нужны Но давайте еще немного сделаем Так, чисто вдруг пригодятся где-нибудь еще, например Ну что ж Ну вот, пожалуй Да, все Все хорошо Единственное только Их нужно бы как-то между собой различать Ну и для этого Как я и собирался Удобно использовать ту возможность Что эти кабели можно красить Однако, если смотреть чисто внеи То может сложиться впечатление Что красить их можно исключительно при помощи химванной Однако, есть вариант и более удобный И имя ему Color Applicator Из Applied Energistics Делается он таким вот несложным образом Там, Energy Cell, 1K Storage, Calculation Processor В общем, фигня всякая А вот для того, чтобы его зарядить Точнее, для того, чтобы он умел Было чем ему красить Нам нужны те самые Matter Ball Те самые Matter Ball, которые мне благополучно Медленно и неторопливо изготавливает Matter Condenser Ему, правда, в этом можно помочь Каким образом? Взять просто-напросто какое-то количество стеков каменной пыли И закинуть это дело в него И это благополучно помогает Да, на каждый Matter Ball нужно 256 единиц И это получается, ну, все равно несколько стеков Но, в общем, целом Этот процесс, конечно, можно автоматизировать Но прямо сейчас можно просто-напросто взять Уже заранее подготовленный Matter Ball В достаточных количествах Так вот, какое у них вообще есть применение При помощи 8 единиц и любой краски Можно получить Paint Ball любого цвета И я уже подготовил себе некоторое количество красок Ну, допустим, пускай у меня первые несколько штук Будут раз, два, три, четырех Ну, например, пяти Ну, или шести даже вот этих вот цветов Что мы делаем? Мы просто-напросто берем, выкладываем И получаем по 8 единиц Paint Ball каждого цвета Как-то так вот Угу Ну, остальные останутся на другой раз Потенциально, конечно, хорошо бы сделать Всех 16 цветов Но прямо сейчас в этом нет необходимости А дальше, для того, чтобы загрузить Эти вот шарики с краской в Color Аппликатор Его, примерно как и флешку Можно разместить в ME Chest Вот сюда А при помощи интерфейса этого самого ME сундука Закинуть внутрь всех вот этих вот шариков с краской После чего его хорошо бы зарядить Ему все-таки для работы нужна энергия Ну, с этим у нас совершенно спокойно справляется ChargePad И вот теперь мы берем, по-моему, Shift и правую кнопочку мышки И переключаем его на один из цветов Для которого в него заправлена краска Ну, давайте начнем, не знаю, например, с зеленого Я хочу, чтобы какой-нибудь, например, вот этот вот кабель был зеленым А следующий красным А следующий циан, не знаю, как это по-русски перевести Светло-голубой Следующий purple Ну и так далее Этот, допустим, пусть будет синий Почему нет? Больше цветов у меня здесь прямо сейчас А, еще есть коричневый Вот, пожалуйста Да, ну и все Вернулись обратно к зеленому И, соответственно, на каждое вот такое вот применение Расходуется ровно один шарик с краской Если мы сейчас заглянем, что там в нем осталось То увидим, что по 7 единиц каждого цвета Вот как-то так Удобство в том, что это один Один-единственный предмет, который умеет красить сразу во все цвета Ну и плюс зарядить в него этих самых шариков можно очень много И этого, в общем-то, навсегда хватит В конечном итоге получается вот такая вот цветастая установка Которая с легкой руки одного из зрителей получила название Какашка-единорога Здесь использованы все возможные 16 цветов Плюс еще два кабеля не крашенных Один для магистрали, а второй собирает все эти каналы И, к сожалению, все еще остался неисправленным странный глюк С отображением серого кабеля Несмотря на то, что вот в этой части он действительно серый И Вайла показывает, что он серый Но глазам своим я верю больше И он все-таки зеленый Не знаю, если честно, глюк ли это самого Applied Energistics Или же Texture Pack'а Но мне все-таки больше думается, что именно AE в этом виноват Да, конечно, между собой не слишком визуально отличаются, скажем, светло-серый и вообще белый Но все-таки некоторая разница есть Плюс еще можно было бы спутать, скажем, черный и вообще некрашенный флакс Но у этих некрашенных, как видите, тут вот по краям есть вот такие вот еще дополнительные как бы скобочки-уголочки А на всех крашеных их нет Окей, у нас есть куча разных, скажем так, точек, где вот эта вот наша новая ME-сеть уходит под пол Теперь нужно продумать все точки, в которых эта ME-сеть из-под пола будет выходить В идеале бы нужно сделать так, чтобы все входы и выходы вот в эти P2P-туннели Располагались в зоне видимости, то есть над уровнем пола Ну и если в некоторых местах этот принцип у меня уже соблюден сам по себе по умолчанию Вот, например, для этой мастерской выход вот он он И здесь все сразу видно, сколько каналов использовано И этот кабель можно в любой цвет покрасить То же самое проделано, например, на линиях рудопереработки Вот, пожалуйста, выходит кабель и прямо здесь его можно покрасить И видно, сколько каналов используется То в некоторых местах, например, вот здесь вот у меня этого пока еще не сделано Но сделано быть спокойно может К примеру, хотя, впрочем, нет С бойлера я начинать не буду, потому что это не самое главное Самое главное сейчас максимально безболезненно переключить ME-сеть с одного контроллера старого единичного на вот этот вот новый С тем, чтобы не потерялось все ее содержимое Ну и точнее, чтобы вот эта мастерская осталась к сети подключенной В принципе, эта, наверное, тоже должна остаться подключенной к сети Но тогда саму точку подключения хорошо бы все-таки поднять выше уровня пола Потому что прямо сейчас она находится вот тут И к ней мало того, что подключены механизмы этой мастерской К ней подключен еще и танк с водой От нее же протянут кабель к ферме И от нее же еще куда-то Да, быть может, вот этот узел вот прямо сейчас я пока что оставлю здесь Просто переключу его на другую сеть Ну и самое главное, прежде чем я начну перестраивать ME-сеть И все сломается Запастись приличным количеством кабелей И убедиться, что у меня есть нормальный запас энергии Чтобы все это дело не отвалилось Ну, в общем-то, 45 миллионов есть Потому что все мои турбины тоже благополучно остановятся Потому как снабжаются топливом при помощи все этой же ME-сети Ну что ж Давайте продумаем, что именно здесь где как будет Ну, для того, чтобы, в общем-то, за минимальное время все починить Так, вот этот вот кабель Этот вот кабель, наверное, можно сразу заменить на магистральный Хотя, с другой стороны, нет Все-таки нужно, да Потому что сейчас здесь уже использовано каналов вон аж сколько 7 из 8 Так, 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 так То есть, если я досюда тащу кабель, получается, DENS Хватит ли мне его вообще? Давайте посмотрим Так, а здесь мне одного энкора не хватит Но, благо, дело с собой есть Это вот дело мы прикрываем, чтобы они не контачили Так, значит, поехали Так Так, так Ну, чисто технически я, конечно, могу пустить эту ветку кабеля На пару блоков левее-правее Но, с другой стороны, а зачем? Здесь она вполне себе неплохо смотрится Поэтому сейчас, наверное, мы поступим вот таким вот образом Просто-напросто возьмем и заменим часть старых кабелей на новые И лучше это делать небольшими фрагментами Потому что я, фактически, на некоторое время нарушаю связанность сети А, в частности, вот это ее, скажем так, ответвление И занимается снабжением топливом моих паровых турбин О, и не паровых, а газовых Хотя и паровых тоже Такс Почему здесь остался такой блок кабеля, интересно знать Давайте его тоже заменим Так, и такая ветка должна, ну, как минимум, вот до этого поворота дотянуться Да, как минимум Ну, вроде бы нормально, хватает Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Так, поехали Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Так, ну, то, что эти трубы так уродливо коннектятся к кондуитам В общем-то, наплевать, потому что эти трубы в скором времени будут демонтированы И, собственно, все задачи по перемещению предметов Лягут на плечи ME-системы Она с этим обычно отлично справляется Такс, здесь, наверное, можно просто-напросто сделать вот так Ну, и вот эту часть, в принципе, тоже можно заменить на магистральный толстый кабель Но прямо сейчас в этом нет необходимости Потому что здесь как раз и так семь каналов использовано всего лишь То есть главное вот досюда дотянуть 32 А отсюда они уже разойдутся во все стороны и так сами Ну что ж, вот, пожалуй, самый ответственный момент пришел Заранее копируем, так, shift правым кликом Настройки одного из тоннелей К которому я подключу обе мастерские Одна сейчас есть 14 каналов, вторая 11 В общем, вполне себе обе поместятся Дальше мы, в общем, целом устраиваем в сети короткое замыкание И подключаем сеть новую к старой И все благополучно вешается Потому как в одной сети не может быть сразу же двух ME-контроллеров Ну, а после этого я демонтирую нафиг этот контроллер Снимаю все вот это Снимаю даже все вот Хотя это, в общем-то, пока без разницы И связываю сеть обратно Вот как-то так После чего эти вот настройки Мне необходимо применить Вот к этому тоннелю И покрасить его в, кажется, зеленый цвет Угу, угу, угу Прощелкал, так, а shift клик обратно будет щелкать? К сожалению, нет Значит, нужно щелкать аккуратненько Так, вот он зеленый Вот этот кабель у нас зеленый И, как видите, он уже, в принципе А, ну, вроде как был подключен Но, по-моему, переподключается Из-за того, что Поменялся его цвет Да, его все 11 каналов на месте Все хорошо Эта мастерская подключена к сети Подключаем теперь вторую Так, вот этому кабелю Тоже эти же настройки И этот же цвет И сейчас у нас пройдет какое-то время И здесь я хочу увидеть 14 занятых каналов И тем самым пойму, что, в общем, целом Мастерская К сети благополучно подключилась Да, все хорошо Ну, и на... Тут у нас все засветилось Все здорово А на входе Для этого кабеля Видно, что использовано 25 В общем, все сходится пока что Далее, таким же образом Подключаем к сети Например, по оранжевому каналу Все мои турбины Прямо сейчас они Нифига не работают Ну, как минимум газовые Потому как до них ничего не доходит А теперь вот так вот щелк И давайте сразу им оранжевый А, кстати, их можно с шифтом Еще и колесиком мышки листать Это, конечно, гораздо удобнее Потому что листать можно в обе стороны Так, пока что я из оранжевого Использовал только 6 каналов И все Давайте посмотрим, что еще у меня Тут вот прямо сейчас расположено Прямо под землей Чтобы можно было... Так, ну давайте попробуем Вот сюда еще их применить И посмотрим, сколько будет каналов Это у меня... Ну, в общем, куда-то там А, они подключаются к каналам с топливом Да, еще 7, нормально Можно Так, и железная дорога Железная дорога... А, ну хотя к ней тут, по-моему, отдельная ветка Откуда-то... Откуда-то... Так, откуда-то, откуда Вообще от магистрали Да, получается просто прямо от магистрали Так, это у меня идет канал К мастерской, да Ага, а здесь получается Прямо непосредственно к магистрали подключено Но сейчас этот девайс уже онлайн Все хорошо Так Ну, тогда получается Под полом Больше у меня не осталось Каких-то неподключенных блоков Все остальные Получаются Они на поверхности И, значит, осталось пройтись там И переподключить все, что осталось... Все остальное Ну, вот вроде бы и все Например, к синему кабелю У меня подключились Раз линия переработки Два линия переработки Три линия переработки И пиролизная печка И тем самым мы заняли, в общем-то, 27 каналов из 32 Но как раз еще 5 каналов осталось свободно Вот эту линию Я же ее чем-то продолжу Соответственно, какие-то механизмы еще появятся Какие-то каналы еще потребуются Скажем к... А, ну оранжевый у меня там был внизу Вот, например, канал Черный К нему у меня подключились всякие прочие многоблоки Как то, например, Доменко Там свои 4 канала кушает Этот самый... Рифа... Дистиллейшн Тауэр Там еще свои 4 канала Эти все подземно подключены Больше пока ничего нет Но потенциально и пиролизную печку Эту я тоже подключу к МЕшке Потом будут еще какие-то каналы использованы Ну и, как видите, еще куча-куча-куча каналов свободных Здесь 16 занято Ну, потому что ровно 16 у меня входов А вот эти 16 занято Потому что прямо сейчас ровно 16 выходов И потенциально их может быть вдвое больше Ну и плюс ко всему Мне же никто не мешает Немного оптимизировать сеть С тем, чтобы из каждого выхода У меня, скажем так, уходило не там по 4 канала А побольше Или, в крайнем случае Если вдруг по какой-то причине Мне будет не хватать каналов Или кабелей для передачи каналов Я всегда, в любой момент могу Просто-напросто расширить МЕ-сеть Кстати, вот уже прямо сейчас Этот контроллер можно поставить вот сюда Потому как он освободился Тыньк И еще одно действие Которое было бы не лишним сделать Это энерджи-акцептор Переставить поближе к энергохранилищу Потому что прямо сейчас оно стоит вот здесь И получает энергию из магистрального кабеля Да, но при этом энергии приходится Довольно длинный путь пройти до этого энерджи-акцептора А мне никто не мешает поставить его вот Прям вот сюда Здесь, в общем-то, тоже у меня система Так или иначе пересекается С питающим кабелем Поэтому пускай кормится энергией напрямую Так просто-напросто будет чуть меньше потерь Дальше эту новую МЕ-сеть Разумеется, имеет смысл слегка расширить В плане протянуть магистральный кабель Наверное, будет вполне логично Сделать что-то вроде Рядышком параллельно с кабелем Собственно, электрическим Сделать такое же точно кольцо Из Дэнс МЕ Кондуита Чтобы к нему с любой стороны Можно было удобно подключаться Но это всё задача не первоочередная И, скажем так, даже не особо-то и срочная Основная проблема была в каналах Теперь эта проблема решена с огромным запасом И теперь можно совершенно спокойно Фактически в любом месте Поставить себе ПТП-туннель Подключить к нему любой свободный вход отсюда И иметь 32 канала МЕ-шки В любом месте для любых совершенно целей И это, пожалуй, всё, что я хотел вам рассказать О, скажем так, планировании О разводке, точнее И о каком-то удобном использовании МЕ-системы с большим количеством каналов Главное, соблюдайте цветовую дифференциацию штанов И тогда никакой путаницы не будет Ну и на этом у меня всё Это был Сэпиент Надеюсь, эта информация была для вас полезной Всего доброго Продолжение следует